Красная книга. Животные страны нуждаются в защите. Кто теперь будет платить государству 18% от прибыли? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. Делегация Саудовской Аравии во главе с руководителем Центра исламских исследований имени короля Фейсала, его королевским высочным принцем Турки Ибн Фейсалом Аль Саудом посетила с рабочим визитом Казанский федеральный университет. В сопровождении ректора вуза Ленара Сафина почетные гости осмотрели экспозицию редких печатных и рукописных изданий отдела рукописей редких НикКФУ, где его королевскому высочеству было представлено первое мусульманское печатное издание Корана. В настоящее время Казанский университет активно прорабатывает перспективные направления для взаимодействия с рядом научно-образовательных центров королевства. Так, в области нефтегазовых технологий были организованы совместные значимые научные конференции, где КФУ презентовал имеющиеся разработки и технологические решения, в том числе научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Кроме того, Саудовская Аравия сыграла важнейшую роль в принятии положительного решения по включению астрономических обсерваторий Казанского университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 45-я расширенная сессия Комитета Всемирного наследия прошла в Ариаде в сентябре 2023 года. Правительство внесло в Думу новый законопроект об изменении налоговой системы в России. Согласно этому документу вводится 5 ступеней налога на доходы физических лиц вместо существующих 2 – 13 и 15%. Далее мы расскажем о специфике нового законопроекта о налогообложении. И самое главное – узнаем, кого коснется перестройка. Правительство внесло проект, в котором планируют с 2025 года начать выстраивать справедливую налоговую систему. В зависимости от доходов сотрудников планируют установить 5 ставок вместо существующих 2. Важно, что повышая налоги для людей с высокими доходами, власти при этом снижают их для семей с детьми, которые в этом нуждаются через механизмы вычетов и семейных налоговых выплат. Теперь налогообложение будет распределяться следующим образом. При доходе от 2 до 5 миллионов рублей налог на доход физических лиц составит 15%. От 5 до 20 миллионов рублей – 18%. От 20 до 50 миллионов рублей – 20%. Более 50 миллионов рублей – 22%. Важно отметить, что при доходах ниже 2 миллионов рублей в год ставка НДФЛ останется прежней – 13%. Действительно, необходимость, потребность правительства в дополнительных доходах, поскольку в последнее время правительство столкнулось с относительно нетипичной для себя ситуацией, с дефицитным бюджетом, и есть потребность увеличить объем налоговых поступлений. Еще кабинет министров предлагает поднять ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25%. Министерство финансов объясняет такой шаг хорошими финансовыми результатами, показанными российским бизнесом в прошлом году. Рост налога позволит отказаться от оборотных сборов курсовых экспертных пошлин, которые ввели в 2023 году. Особенно заметно данный законопроект затронет юридических лиц. Их коснутся изменения с учетом налога на прибыль. Для тех компаний, которые работают в приоритетных отраслях, будет предусмотрена высокая сумма потенциальных налоговых вычетов. Много изменений коснется небольших компаний, которые сейчас налоги платят по упрощенной системе налогообложения. Там изменятся и ограничения в отношении тех компаний, которые могут перейти на упрощенный режим налогообложения. Упрощенная система налогообложения таких компаний станет больше. Под этот режим подойдет большее количество компаний. Но при этом компании, которые имеют относительно большой объем годовой выручки, даже при упрощенной системе налогообложения, вынуждены будут платить НДС, которые раньше не платили те, кто находился на упрощенной системе. Изменения сделают налоговую систему более справедливой и сбалансированной. А новые ставки по налогу для физических лиц затронут при этом только 3% работающего населения, как указал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Это отвечает запросам общества на повышение справедливости распределения налоговой нагрузки в зависимости от уровня дохода граждан. Адалина Абдрахманова, Универновости. В последние годы все чаще и чаще слышим о том, какие виды животных оказываются на грани исчезновения, из-за деятельности человека и не только. Именно поэтому был создан юридический документ «Красная книга». О том, кто занимается ее видением и какие категории существуют, расскажет наш корреспондент Резида Каримова. Несмотря на большое разнообразие биологических видов, которые проживают на территории нашей необъятной страны, изменение климата, влияние производственной и непроизводственной деятельности людей на структуру и функционирование экосистем, а также браконьерство ведут к сокращению популяции многих видов, а впоследствии и к полному их исчезновению. Еще одной причиной сокращения популяции животных является ввоз видов из других стран, которые вытесняют местных. Например, серые крысы из Восточной Азии поспособствовали снижению количества черных крыс в Татарстане. Специалисты предупреждают, что глобальное вымирание различных видов животных может стать необратимой угрозой для экосистем планеты. Так, например, у нас полностью на территории республики был истреблен бобр. Потом его снова привезли из других регионов, в Татарстан выпустили. Сейчас у нас бобр встречается по всей республике. Некоторые виды у нас из Красной книги, наоборот, исключаются. То есть есть виды, например, у которых численность восстановилась, и их уже охранять нет смысла. Так, например, вот Сурок. Он был как раз в первых двух изданиях Красной книги, сейчас его из Красной книги вывели. Также, например, бабочка Мнемозина, черный Аполлон, значит, у нее тоже на территории республики численность высокая. И ее сначала исключили из Красной книги Российской Федерации, и вот теперь мы ее исключили из Красной книги Республики Татарстан, потому что у нее действительно очень высокая численность. Для поддержки охраны вымирающих видов животных и растений была создана Красная книга. Она является одним из самых ценных инструментов сохранения уникальных видов животных и растений. И ее составление и периодическое обновление играют важную роль в охране биоразнообразия нашей планеты. Красный цвет – это сигнал тревоги и опасности, сигнал СОС, который подают животные и растения. Книга названа именно так, чтобы привлечь внимание людей и попробовать остановить варварское уничтожение окружающего мира. Ее списки обновляются и переписываются каждые 10 лет. Существует и специальная комиссия по редким и исчезающим видам животных и растений, куда входят ведущие специалисты в области охраны редких видов из различных учреждений. Красная книга – это вообще юридический документ, в первую очередь, в который вносятся виды животных, растений, грибов, которые находятся на грани исчезновения, которые имеют очень низкую численность, которые являются уязвимыми. Ну и в Красной книге их несколько, так будем говорить, рангов. То есть есть Международная красная книга, МСОП, Международный союз охраны природы. Есть Красная книга Российской Федерации. И есть региональные Красные книги. У нас в Татарстане тоже существует Красная книга Республики Татарстан. В Красной книге Российской Федерации используются 6 категорий, которые определяют природоохранный статус региональных видов животного мира и растений, а также царство грибов. Это реабилитированные статус неопределенный, редкие виды, виды с уменьшающейся численностью, виды под угрозой полного исчезновения, вымершие виды. Концепция Красной книги была разработана в 1964 году Международным союзом охраны природы и с тех пор широко употребляется по всему миру для защиты биоразнообразия. Она составляется национальными и международными организациями охраны окружающей среды и включает в себя списки видов, находящихся под угрозой, устаревшие виды, за которыми ведется активное наблюдение, а также меры, необходимые для их сохранения. Отдел биоразнообразия при Комитете по биоресурсам при Кабинете министров Республики Татарстан. И ими создана постоянно действующая комиссия, в которую, помимо вот этих сотрудников, входят еще и ученые. Так, из Казанского университета, это у нас в Институте фундаментальной медицины и биологии, я Шулаев Николай Вячеславович туда вхожу, потом Эльгизар Ильясович Рахимов, профессор кафедры биоэкологии, также коллеги с Института экологии и природопользования, также туда входят ученые из Академии наук Республики Татарстан и из Волжскамского государственного природного биосферного заповедника. Вот у них, у нашей комиссии назначаются совещания, где происходит как раз решение о том, какие виды включать, какие исключать. Разумеется, в первую очередь ориентируемся на научные исследования, данные по численности. Ну и существует определенная процедура, где выступают с докладом, обсуждают этот момент, а далее идет голосование. Татарстан является зеленым регионом, где проживает большое разнообразие животных, птиц и рыб. У нас также очень много видов культурных растений. И за всю историю развития республики биомир претерпевал большие изменения. Какие-то виды добавлялись и брались под охрану, а какие-то, наоборот, становились некраснокнижными, когда переставали нуждаться в защите. Создание «Красной книги» Татарстана было необходимым, и она впервые увидела свет в 1995 году. Дело в том, что вот этот комитет по биоресурсам, они ежегодно проводят, организуют экспедиции, в которые их принимаем, и мы участие, ученые, вот, значит, по как раз видению «Красной книги». То есть выбираются районы, где происходит, производят исследования. И вот, например, в последние, там, значит, десятилетия у нас были обнаружены новые виды редкие, которые занесены в «Красную книгу», допустим, Российской Федерации, они были обнаружены у нас. Вот так, например, вот «Кузнечик» Дыбко-Степная был у нас в Татарстане, обнаружен ранее, он у нас, значит, регистрировался. Вот. Но вообще, конечно, да, в «Красной книге» есть так называемые «Черной страницей», их называют, там список исчезнувших с территории, значит, республики видов, вот, такие, к сожалению, тоже есть. К большому сожалению, в списках достоверно обитавших на современной территории республики Татарстан и исчезнувших есть много животных. Например, выхухоль русская, росомаха, северный олень, который в зимнее время мигрировал к нам. Но из-за сокращения лесов с 80% до 20% больше у нас не появляется. Но есть виды, которые смогли восстановить популяцию, такие как бурые медведи, горностая, степной орел, хохотуни и другие. Резидент Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. 31 мая в Саратове состоялась церемония награждения 32-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Участниками фестиваля стали 3600 студентов из 80 регионов России. В рамках фестиваля состоялся грантовый конкурс среди физических лиц Росмолодежь «Гранты». Где-то республики приняло участие 10 человек. По итогам конкурса победителем от республики стал Дмитрий Тамкевич, магистрант Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Его проект «Медиалаборатория «Поток»» направлено на образование ребят, планирующих работать в медиасфере. Подробнее узнаете в одном из наших следующих выпусков. «Наша идея заключалась в том, что мы уже обладаем всеми теми навыками и компетенциями, чтобы давать это образование и знания ребятам, которые в этом нуждаются. Поэтому, когда мы заполняли заявку на грантовый конкурс, мы определенно знали, что мы заполним ее профессионально и качественно, потому что мы уже проходили через все эти этапы, мы общались с экспертами Росмолодежи, мы знали, что нужно указывать, зачем нужно указывать и почему. Поэтому, естественно, когда мы ехали на конкурс, чуть-чуть немного переживания были, но все-таки была уверенность в том, что это будет наша победа. И до победного ждали, когда уже объявят мою фамилию, я выйду. Но, честно говоря, я был к этому готов. Министерство образования Республики Беларусь и Белорусский государственный технологический университет провели третью студенческую международную олимпиаду по аналитической химии, измерения при контроле качества продукции и объектов окружающей среды. Студенты второго курса химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета – абсолютные победители. Олимпиада была посвящена Всемирному дню химии и Всемирному дню метрологии и состояла из трех этапов. Участникам необходимо было решить экспериментальную задачу – представить презентацию и пройти тестирование. На каждом из этапов проверялись знания студентов в области спектроскопических методов анализа и метрологии. В команду вуза вошли Булат Гайнуддинов, Карим Каримулин, Таисия Лукаш, Лея Хасаншина и Мансур Хисамиев. Все они – студенты второго курса химического института КФУ. 9 июня в рамках научного лектория «Milmax Science» с лекцией интерактивом выступит децент кафедры управления корпоративными финансами Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета «Алла Подгорная». Мероприятие будет посвящено эмоциональному интеллекту и его связи с финансовым мышлением, личными финансами и качеством жизни. Спикер расскажет, в чем заключается стратегия уникального специалиста, что лежит в основе управления финансовыми потоками, за что психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике и о многом другом. Лекция «От эмоционального интеллекта к финансовому капиталу» состоится в творческом пространстве 4 четверти по адресу улица Профсоюзная, дом 4. Начало мероприятия в 16.00. Количество мест ограничено. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова